В минувшей межсезонье Ростов-Дон дважды встречался с Астраханочкой на представительных международных турнирах. В Байамаре после первого тайма наша команда уступала с разницей в пять мячей, но в концовке сумела настичь соперниц ничья 31-31. Спустя неделю команды вновь выясняли отношения, на этот раз в другом румынском городе, столичном Бухаресте. Теперь уже ростовчанки уверенно реагировали в счете, но по ходу второго тайма растеряли преимущество и даже позволили волжанкам вырваться вперед. Уже по истечении основного времени Екатерине Ильиной удалось блестяще исполнить 9-метровый штрафной бросок и вновь ничья 27-27. Безусловно, Астрахань на данный момент очень хорошая, достойная команда. Не зря она идет сейчас на втором месте. Она уступила только звезде на выезде. Прошла хорошая селекция в этом клубе. Много играет игроков с национальной сборной. И каждый игрок достоин внимания, чем мы сейчас и занимаемся эту неделю. И тактически, практически разбираем ихнюю игру и каждого игрока. И надеюсь, это все пойдет на пользу. И мы выйдем завтра готовы на 100%. Мы очень ждем Регину. Конечно, нам ее не хватает. Но, как видите, сейчас мы идем без потерь. И, наверное, философия команды сейчас в том, что играть не на лидера, а команда лидера. Команда лидеров. То есть, играют все. И, повторюсь же, мы выиграли все игры сейчас. И это мне должно не радовать. Конечно, мы настраиваемся на эту игру как на войну. Мы не хотим уступать, тем более, на своей площадке. И при своих зрителях, конечно, мы, надеюсь, готовы на 100%. В текущем сезоне Ростов-Дон и Астраханочка возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата. Правда, ростовчанки опережают соперниц на два очка. Однако, это минимальное преимущество может исчезнуть, если Астраханочка добьется победы в Ростове. Я думаю, что соперник очень серьезный, самый серьезный, наверное, в чемпионате России. И не стоит думать о том, что мы в предсезонке у них выигрывали. Не стоит на это делать какие-то ставки, расслабляться. В предсезонке все только сыгрывались. Это было как тренировочные игры. А сейчас нужно не расслабляться, главное, и показать все, что мы можем. Здесь девочки играют у нас в команде более титулованной, как сборная России. Но и там. Там девочки не такие титулованные, но они уровни не ниже, я могу сказать. Знаете, важнее всего сыгранность команды. Можно, как пример, забрать всех звезд, а ничего не будет играться. И не пойдет игра, ничего. Главное сыгранность. Поэтому лидеров сравнивать, не знаю, тяжело. Победили Кубань, но был провальный второй тайм. И главное нам собраться и не провалиться опять. У нас так может как пойти игра, так и не пойти. Я думаю, главное настрой. Поединок между Ростов-Доном и Астраханочкой начнется 29 октября в 19 часов в Ростовском дворце спорта. Ростов-Доном и Астраханочка.